Шумбрачи, пара ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбрат РАВ и я ее ведущая Татьяна Родионова. Сегодня мы поговорим о средствах массовой информации. В нашем регионе выходят телепрограммы на национальных языках, печатаются газеты и, конечно, главная их цель объединить и сохранить культуру и родной язык. Гость нашей студии сегодня главный редактор «Ульяновской газеты», выпускаемый на аэрзианском языке, Татьяна Меганова. Здравствуйте! Всем добрый день! Сохранение национального достояния является важным фактором развития государства и его укрепления. На территории Ульяновской области проживают представители различных народов. И это культурное многообразие, постоянное межэтническое общение, межнациональное согласие является бесценным достоянием нашего региона, неотъемлемой частью Великой России. Наше наследие – это огромное достояние, не менее важное, чем природные ресурсы России. Знание культур народов, проживающих в нашем регионе, обогащает нас знанием того, кем мы являемся, что нас объединяет, для чего мы живем. Национальная пресса – это один из инструментов сохранения языка, культуры и этноса. Первые издания на мордовских языках стали выходить в 1920-1921 годах в Москве, в Симбирске и Саратове. Первая газета была издана в 1920 году, называлась она «Чиньстяму», и она была издана в Симбирске. И так интересно получилось, что главным редактором издания оказался дедушка, председатель мордовской автономии города Новоульяновска Антонина Филипповна Агеевой. К сожалению, ее сейчас с нами нет, но разговор об этом у нас с ней состоялся в свое время. Я знаю, что ваша газета выходит уже более 20 лет. Расскажите об истории немножко и что изменилось за эти 20 лет. В октябре 2021 года вышел первый номер ульяновской мордовской газеты «Ялгад». Газета издается при поддержке правительства Ульяновской области. Изначально она выходила один раз в месяц и была в черно-белом цвете. Сейчас газета немножко изменилась. Ее периодичность теперь два раза в месяц. Газета выходит два раза в месяц в цветном варианте. Изначально с выходом первого номера газеты работники редакции наладили тесные отношения с учителями по преподаванию родного мордовского языка и литературы. А это порядка 20 лет сотрудничества. Я знаю, что нашу газету читают дети на уроках. Для них есть такие полезные рубрики, как «История», «Фольклор», рубрика о выходцах из мордовского народа. Также мы публикуем загадки, рассказы, сказки, пословицы. Есть у нас рубрика «Учим ирзианский язык». Все это помогает детям приобщаться к культуре мордовского народа и легче изучать ирзианский язык. Также мы взаимодействуем с Центром мордовской культуры. Мы своевременно публикуем анонсы предстоящих событий и публикуем информацию по прошествии мероприятия о том, как это прошло. Обязательная рубрика у нас «Вести из УМНК». Мы освещаем работу Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии и ее районных отделений. Также я хочу отметить, что в 2008 году на базе редакции был открыт корреспондентский пункт Всероссийской финно-угорской газеты. Ее редакция расположена в городе Саранске. Также с 2013 года по сей день при редакции действует пункт альтернативной подписки на областные печатные издания, которые издаются при поддержке правительства Ульяновской области. Спасибо. Вы немного отметили уже об особенностях и рубриках для детей. А вообще, что еще интересного есть в вашей газете? Ну, я хочу сказать, что сама по себе наша газета уникальна. Дело в том, что это единственное издание, которое издается за пределами республики Мордовия. Оно выходит на эрзианском языке с постоянной периодичностью на протяжении 20 лет. Так получилось, что на территории Ульяновской области в большем количестве проживает представитель субэтноса Мордвы Эрзи. Именно поэтому газеты выходят на эрзианском языке. Но есть такие представители субэтноса, которые не знают родной язык, не помнят. Им не передали этот язык, так сказать, по наследству. Но они его не изучали. Именно для таких людей, у которых сохранился интерес к своим корням, к истории, к языку, мы выпускаем часть материалов на русском языке. То есть, чтобы они тоже обогащались информацией о культуре, о традициях. И учили язык при помощи нашей газеты. Татьяна, как вы поддерживаете связь с читателями? С читателями. Раньше мы поддерживали связь, конечно, при помощи писем, мы переписывались. А сейчас ситуация немножко изменилась. Кстати, мы собирали наших подписчиков на тематические встречи, которые были приурочены 8 марта, 23 февраля. Мы устраивали рождественские посиделки за чашечкой чая. Мы общались, обсуждали и наши издания, и какие-то насущные проблемы. И это очень нравилось нашим подписчикам. Но так как в последнее время ситуация в мире изменилась, и мы не имели такую возможность собирать наших читателей, потихоньку наше общение перетекло в социальные сети. Вот так вот. Очень интересно, да. Татьяна, я вам задам традиционный вопрос для нашей программы. Зачем в современном мире нужен именно родной язык? И зачем именно вот на ирзианский язык ваш нужен для людей? Вы знаете, на такой вопрос я всегда отвечаю философски. Вы знаете, наверное, задача каждого человека изучить самого себя в течение жизни. И мы отличаемся от животных, и нам недостаточно покрыть наши основные животные инстинкты поесть, поспать. Мы запрограммированы на постоянное развитие. А кто не хочет быть счастливым, например? Дороги у счастья есть разные. Но, например, одна из них – это самореализация. И человек должен понять, в какой сфере он может реализоваться. Для этого он должен изучить себя, да, возможно, свою национальную принадлежность, соприкоснуться со своими корнями, узнать о своих предках, чем они занимались. Ведь у вас один талант, у меня другой, да. Откуда это в человеке? Это, конечно, то, что передано нашими предками, их наработки, да. Может быть, на это сказалась местность, в которой они проживали, или, может быть, какие-то ремесла, или еще что-то, да. И это все передается человеку. И очень интересно, я являюсь матерью двоих детей, и порой возникает такая проблема – накормить ребенка, да. И наши даже вкусовые предпочтения, они же тоже берутся непросто откуда-то, да. Вот ребенок, допустим, не любит есть определенные продукты, там, овощи или фрукты, да. И это тоже нужно рассматривать с точки зрения генетики. То есть это нам передается по наследству, от наших предков, где они жили, в какой местности обитали, какие продукты ели. То есть это все имеет место в нашем современном мире. И я считаю, что задача каждого – изучить себя. Познать себя. Познать себя, да, конечно. И вот говоря о талантах, о наших с вами талантах, я хотела бы сказать, что вы выступили с музыкальным обращением, которое стало, по сути, социальным проектом. Расскажите еще и об этом. И на кого направлен этот проект? С октября 2021 года стартовал юбилейный год для газеты «Ялгат». Именно в этот промежуток времени мною была написана песня на эрзианском языке «Кода истя эрзят», которая была реализована как социальный проект «Не забывайте свой родной язык». Песня была реализована как социальный проект «Не забывайте свой родной язык». Этот проект можно было увидеть на информационном портале «Ульяновская правда» и в социальных сетях. Песня «Призыв», которая обращена к эрзианскому народу. Помни свой родной язык, не забывать его, разговаривать на нем, не стесняться и петь на красивом, мелодичном эрзианском языке. Я считаю, что проект увенчался успехом, так как после того, как он вышел в массы, мне стали писать через социальные сети, обращаться с просьбой, выслать слова песни, выслать музыку. Конечно, с чистым сердцем я отдала песню в народ. Я знаю, что ее поют дети в школах, и что эта песня открывала областной семинар учителей по преподаванию эрзианского языка и литературы. Песня должна жить и должна выполнять свою миссию, будить самосознание эрзианского народа и радовать людей. Давайте посмотрим музыкальное обращение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Татьяна, какие на ваш взгляд есть проблемы по сохранению молодовской культуры у нас в Ульяновской области? И как их решить, если вы в ситуации владеете? Ну, знаете, я бы не сказала, что у нас есть какие-то проблемы. На самом деле нам очень повезло. В нашем регионе ведется большая работа по сохранению мордовской культуры и мордовского языка. У нас создана областная мордовская национально-культурная автономия. У нее есть отделение в районах с компактным проживанием мордовского народа. Действует центр мордовской культуры, издается газета, программа на эрзианском языке. Еще у нас есть совет национальности при губернаторе. Проходят национальные праздники. У нас есть все условия, чтобы культура процветала. И, кстати, у нас языки преподаются в школе национальные. Поэтому у нас есть все условия. Но другой вопрос, как сам человек себя организовывает, и насколько он пробуждает в себе этот интерес, и как он объясняет то, что он должен развиваться, и должен знать язык своих предков и культуру предков. Спасибо, Татьяна, за ваш интересный рассказ, за ваше неравнодушие к нашей национальной культуре. И я надеюсь, что газета будет радовать и радовать читателей и нас с вами еще долгие годы. Спасибо большое. А мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что наши программы выходят по пятницам на телеканале AllPraudaTV. В записи ее всегда можно посмотреть. На сайте AllPrauda.ru До свидания. Вас Тома Занок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok